Будда в городе подкаст пространство где можно дышать и говорить Окей, мы можем поговорить, кто сейчас еще хочет остаться и поговорить Галина, не будем нарушать традиции, включайтесь Да, доброе утро, Валера, доброе утро, группа По практике сегодня что я заметила, у меня пауза, даже ожидала во время вдоха, я ожидала эту паузу, во время выдоха ожидала паузу Для меня это новое, но я всегда радуюсь изменениям, какие бы они ни были на мгновение на полмиллиметра Значит, переживаем это к лучшему Вообще, мне сейчас очень-очень сложно И я подумала, что вот эту историю я могу только вашей группе рассказать Потому что просто некому История о том, что мы делали сегодня Заходила я с чувствами очень тяжелыми, как рассказали, тяжелые, темные и неприятные У меня есть родной брат У нас год разницы, он русский родился в Истре Как близнецы с ним росли Я живу русская в Украине с папой А мой брат живет в Латвии За 50 лет он не выучил латышский язык, он не получил гражданство Он получается как-то... У него паспорт без гражданства Личность без гражданства И он борется за права русских в Латвии Более того, его дети Особенно моя племянница у меня Прекрасная племянница Настя И она такая преданная семье И она реально во всех этих организациях борется за права русских в Латвии Она даже в НТВ... Ну, она началась в Москве, в НТВ даже принимала участие Вот На эту тему И получается, что мой папа У которого хорошая очень пенсия в Украине Он в Чернобыле, бывший военный Он регулярно отправляет деньги своему сыну Вот сейчас мой брат И я ему... Ну, я это все оформляю Я ему объясняю, что вообще война Военные действия В смысле, военное положение Ну, сейчас сложно как-то Вот эти операции с валютой И я понимаю, что у него там своя чаша страдания Понимаете? У меня сейчас вот даже руки трясутся на эту тему Я все понимаю Но... Ну, это невероятно больно Притом даже мой папа Вот мой папа находит этот свет в себе Понимаете? Здравый смысл свет он находит Вот даже сегодня вышел Он говорит О, смотри, солнышко свет Он так радуется этому голубому небу Вообще, как ребенок И он говорит Вот неважно, что они делают Ну, не звонят они, не надо Им там труднее Типа, ну, не спрашивают они, как папа Именно Ада за 40 дней войны Ничего страшного Типа, вот Главное, что ты делаешь, Галя Главное, что я делаю Поздравь все с днем рождения Отправь деньги Я себе могу это позволить Я это все понимаю Ну, вот Понимаете? Ну, рациональное мышление Тут не работает Немножко На какое-то мгновение Когда мы делали эту практику Ну, какое-то вот милосердие Я искала в сердце Да Именно вот в ту сторону Вот мой брат Его семья Что-то Что-то немножко дрогнуло Немножко изменилось Вот Но А еще на фоне вот этих То, что Ну, то, что мы увидели Крепень Буча И когда он говорит Засуть свои извинения Знаешь куда Чисто по-русски Понимаете? Правда Ну, папе я же это же не расскажу Да Своим детям тем более Не расскажу Что их родной дяди Да Так Относятся И Да Вот Сильная была практика Вот Эта алхимия Как бы это все Переплавить Как-то Преобразовать Трансформировать Ну Хоть Я знаю, что Ну, что Это единственный путь Это Я делаю Сильные усилия Чтобы Пройти Вот через Это все Но Именно Когда Это родной брат Как-то Я не знаю Сотни раз Ну, я пройду Я сделаю Это Потому что Сигналов много Да Один из сигналов Сейчас Вдох Выдаст С Мой сын Ну, детский нейрохирург Сделал операцию Это была Девочка 13 лет У нее Осколок В головной мозг Попал Вот Ее привезли И он сделает операцию Достал Осколок И это Есть во всех Международных Сейчас Ну, на английском Университете Скайзю Что-либо Но там много Нью-Йорк Таймс Моего сына Показывают И Он тебе говорила Что Когда мы Жили в Йемене Мой муж Нейрохирург Оперировал Там местных Там была война На холодильнике Стояла Плошка В которой Были там Пули Ну, вот Ганшин Теперь Я говорю Теперь мой сын Тоже Начал собирать И на него Он все равно Помнил это Я не помню Он помнил Когда давал Там интервью Теперь вот Он сделает Уникальную Операцию Спас Девочек Которая Много Делает Операция Но это Вот Одна из них Которая Восьми Народных Этих Вот И Как вчера Говорил Сергей Про этот Бокал Эти Сигналы Но Они иногда До такой силы Сильные Что В Чернигове Тишина Это такая Звенящая Тишина Что люди Не выдерживают Вот это Напряжение Которое Жило Ну Почти 37 дней Бомбежек И вот Сейчас Это пронзительная Тишина Напряжение Выходит Вообще Люди Которые Выехали Например За рулем Там Постоянные Аварии Молодой Парень Стоит На посту Он вдруг Плял Полинит И просто Стал Съедать Воздух Потому Что Вот Оно Выходит Они Не выдерживают Просто Там После Снятия Этой Осады Блокады Но Это Придется Еще Я представляю Сколько Еще Душ Придется Восстанавливать Ну Вот Этого Внутреннего Мира Каждому Благодарю Что Вы Ушили Спасибо вам Галина Спасибо Что Поделились Своей историей Потому Что Ну Я Считаю Это Важно И Сейчас Это К сожалению Очень Со многими Происходит Ну В Тольной Степени Я Сейчас Разговариваю Тоже Со Многими Людями И Многие Как Раз Говорят Ну Вот Получается Что Хотя Украина Россия Понятно Что Это Разные Страны Но У нас Так История Переплетена Что Мы Видно Много И Семей Смешанных Браков И Вообще Язык Во многом Там То есть Тоже Тоже Русский Один Из Языков Которым Украине Пользуются И Сейчас Все Все Это Начинает Ломаться Все Это Вот Эти Границы Там Проходят Через Семьи Через Дружеские Связи И Это Конечно Ужасно Больно Ну Вот Мне кажется Здесь Ну Я не знаю Я лично Для себя Решаю Так И вот То Что Там Как-то В разговорах С людьми Это Мне кажется Мы можем Это Разделять На несколько Уровней Потому Что Нам В любом Случа С этим Нужно Иметь Дело Как-то Вот Нужно Что-то Делать Есть Как вы Говорите Рациональный Уровень Какой-то Да И Мы Понимаем Что На рациональном Уровне Всего Нельзя Сделать Невозможно Потому Что У нас Есть Много Чувств И У нас Есть Например Родственные Связи Но Если Там С мужем Можно Развестись Предположим Если Вы Там С мужем На разных Позициях Ну Это Может Быть Тяжело Трудно Там И так далее Но Можно А Вот Там С братом С Отцом С Матерью Там Как 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 С ними С Нельзя Развестись Но Можем С Другой Страны Мы С Ними Тоже Можем Жить Там Отдельно Если Есть Возможность Опять Там В каждой Семье Там По-своему Но В любом случае Какое-то Расстояние Физическое Тут Играет роль Мне Кажется Вот Сейчас Важно Ну С Рациональной Какой-то Позиции Проводить Четкие Ясные Границы Вот Я Здесь Ты Там Может Быть Знать Пока На какое-то Время Вот Устанавливать Такое Перемирие Внутреннее Что Вот Мы Просто Сейчас Здесь Границу Проводим И мы Туда Не ходим Не пересекаем Эти границы И Мне кажется Здесь Время Тоже Важную Роль Играет Что Вот Мы Делаем Это Может быть Не навсегда Вот С этими Людями Конкретными С кем Мы Не можем Не хотим Расстаться Там Просто Например По родственным Связи Но Мы Устанавливаем Какое-то Время Для Это Пока Закончится Война Горячая Стадия Пока Что-нибудь Или Взять Месяц Два Месяца Полгода Какой-то Обозримый Срок Чтобы Это Не Звучало Абстрактно Навсегда Потому Что Все Абстракции Не Работают А Какая-то Конкретность На Рациональном Уровне Как раз Сработать Здесь У нас Проходит Граница И это В первую очередь Для себя Определить То есть Я Не хожу В эту Сторон Общения С этим Конкретным Человеком Такое-то Время Рационально Но Есть Другая Часть Связана С этими Чувствами И Тут Тогда Может Быть Другая Работа Может Быть Типа Такое Что Мы Сейчас Делали Какого-то Преображения Потому Что Эти Чувства Темные Какие-то Можем Назвать Тяжелыми У них Есть Какие-то Свои Свойства Которые Для нас Могут Быть Тяжелы Как Переживаем Мой Опыт Сам По себе И Я Не могу Просто Себе Запретить Это Сказ Все По щелчку Я перестаю Это Чувствовать Потому Что Чувства Приходят Они Приходят И Приходят Вот Эти Воспоминания Когда Мы Делали На днях Вчера Или Позвчера Я Предлагал Представить Эту Еду Да Вот Еду Представили Ее Нет Еды А Физиологические Переживания Есть Да И слюна Потекла Там Что-то В желудке Зашевелилось Точно Так же Здесь Вы Только Вспомнили Там Своего Брата Вспомнили Своего Свата Вспомнили Своего Кого-то Еще И Хоп У вас Весь Этот Комплекс Чувств Сразу Здесь На Тарелке На Вашей И Вы Испытываете Все Это Переживание Обиду Что Там Ненависть Может быть Там Или Какой-то Вот Этот Комплекс Чувств Как Очень Индивидуальный И Всегда Какой-то Специфический И Тогда Важно С этими Чувствами Мне кажется Работать Потому Что Важно Понимать Что Сейчас Конкретной Ситуации Когда Вы Вспомнили Это Ваше Воспоминание Ваше Воспоминание Ничье Это Ваше Переживание Соответственно И работать Вам с ним Приходится Вам с ним Нужно Иметь Дело Это Переживание Связано С тем Человеком Конечно Но Вот Сейчас Вот Прямо Сейчас Может быть Иметь Смысл То есть Тут Как бы Два 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 Пути Как мне Кажется Если Вот Это Дело Касается Отношений Либо Ити В отношения И там С ними Разбираться Но Если Это Невозможно И Вы понимаете Что Там Стена Какая То Ну Вот Все Не 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 Пускают Туда Никак Там Да Тогда Важно Вот Ту Стену Пока Держать Закрытой Но Что То Со Своими Чувствами Делать С собой Да Вот И Здесь Какие-то Техники Именно Преображения Вот Эта Метафора Алхимического Преображения Да Обращение К ценностям Обращение К тому Что Тоже Важно Для Меня Вот Эти Чувства Есть Я их Признаю Но Могу Ли Я их Преобразить Через То Что Важно Для Меня Нести В Жизнь Там В Свою Жизнь Вот Это Понятно Что Это Все Нелегко Очень И Вообще Само Соприкосновение С такими Чувствами Само По себе Уже Нелегко Не Существует Какого-то Одного Способа Как Преображения Происходит Но Мне кажется Оно Происходит Из Попыток Вот Когда Я Возвращаюсь К этому Как к практике Да Я вот Делаю Это Делаю Я Делаю Это Делаю Я Стараюсь Привнести Этот Свет В свою Внутреннюю Тьму Которая У меня Возникает Там Мне кажется Вот Какой-то Такой Путь Может Здесь Быть То есть Как бы Работа Сразу По Нескольким Модальностям Что Есть рациональное И там Свои Есть Законы И свои Способы Взаимодействия С этим А есть Иррациональное Есть чувства Есть состояние И с ними Тоже нужно Отдельно Работать Специально Да Валера Спасибо Я услышала Вот Если Действительно Поднимаются Как Как Практики К этим Вот Этими Чувствами Просто Их Ну Уделять Внимание Дышать Просто Вот Как Практика Делать Этот Процесс Ну Знаете Здесь Даже Если Ну Все-таки Наше Сообщество Те люди Которые Сюда Приходят Я Ну Как Понимаю Что Что Нас Объединяет Здесь В первую Очередь У нас Объединяет Стремление К Какому-то Развитию То есть Это Получается Что Для Нас Мы Можем Там Очень Разных Каких-то По-разному Это Развитие Понимать Но Оно Эта Ценность Просто В нас Есть Раз Мы Сюда Просто Приходим Другие Сюда Не Приходят У Кого Нет Такой Ценности Естественно Если У вас Есть Такая Ценность Тогда Это Ну Какое-то Преображение Себя Изменение Себя Когда Мы Не Оставляем Себя Так Как Есть Так И все На самотек Не пускаем Себя Может быть Часть Этого Развития Это Принятие Как раз Определенных Частей Себя Но Это Тоже Работа С собой Потому Что Принятие Опять же Я Здесь Вспоминаю Я уже Говорил Про Это Как Сунжо Судзуки Известный Учитель Объяснял Что такое Буддизм Что это Принять жизнь Такой Какой Она Есть И Сделать Чуть Лучше Вот Мне кажется В этом Выражается Весь Подход К Наш То есть Мы Признаем Вот Скажем Вот Эту Темные Части В себе Тяжелые Части Эти Тяжелые Чувства Темные Чувства Но Потом Мы Не Просто С ними Соглашаемся Говорим Ну окей Вот Буду я Таким Темным Буду я Вот этим Все это Вот так Жить И буду Нет Мы С этим Не Соглашаемся Мы Говорим Что Да Это Есть Эта Часть Есть Вот Принятие В смысле Признания Для меня Это так Лично А дальше Мы Стараемся Это Преобразовать Во что Мы Хотим Трансформировать То есть Мы Хотим Трансформировать Страдание Вне Страдание Мы Хотим Трансформировать Не Свободу 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 Лучше Чем Свободу Известный Мем Так Вот И Тогда Получается Что Мы Можем Менять Своё Отношение В первую Очередь К Любым Своим Процессам Если Мы Соприкасаемся С внутренним Тяжелыми Или темными Переживаниями То Можем Их Воспринимать Как Возможность Это Как Б Ну Что Просто Вот Есть Возможность Теперь Поработать С собой Есть Материал Вот Он Да Пожалуйста Это Как Тренажёр Такой Да Пожалуйста Вот Есть Материал С которым Я буду Работать Теперь Есть Поле Работы Ну Давай Сейчас Вот Вступай В эту Работу Тяжело Будет Да А кто Ну Зато Вот Я пройду Сквозь Это Будет Как раз Моё Развитие В этом Именно То есть Мы Ну Как Спортсмены Там Увеличиваем Себе Нагрузку Определённо Да Вот Сейчас А здесь Как бы Это просто Жизнь Сама Приносит Это Да Ну Вот Опять Вот Эти События Вот Этот Массакар Как Это В Буче Да Вот То есть Жизнь Принесла Нам Это Да Вот Говорит Вот Имейте С этим Дело И у нас Появляется Выбор Отвернуться От этого Сказать Это Меня Не Касается Или Повернуться К этому И пройти Сквозь Это Но пройти Сквозь Как Просто С этим Нести На себе Мешок Это Состраданием Или Преобразовывать Это Во что-то Это Такой Вопрос Выбора Внутреннего Это Вопрос Ценностей Что Для Меня Важно Кто Я Такой Вот В этом Во Всем Вот И тут Я не знаю Тут У меня Точно Нет Никаких Советов Но Единственный Совет Это Просто Посмотреть Как Как Жил Из Нас Мы Сейчас Просто Мы Перестали Война Она Делает Все Серьезным То есть Мы Перестаем Играть В Жизнь Жизнь Серьезная Штука Оказывается Она Про Смерть Во многом Это Жизнь И про Какие-то Выборы На Грани Жизни Смерти И Вот Пожалуйста Давайте Будем Взрослеть Давайте Все Перестанем Играть В Игрушечки Вот Мне кажется Это Сильная Была Точка Отчета Что Я Представитель Человеческого Рода Вот С той Точки Вот Когда Действительно Поняла Что Я же И есть Представитель Человеческого Рода Я тоже Есть Это Все И Во мне Это Все Есть И Слово Преображение Меня Включило Спасибо Ну тут Еще пишут Галина Спасибо Сердцем С вами Это Анастасия Написала Юля Написала Галин Очень близки И доверительны Были ваши Слова Я С вами Ольга Благодарю Всех За практику Дарья Благодарю Юля Для Меня Это То Что Для Меня Это То Что Там Часть Меня Сейчас Для Меня Это То Что Там Часть Меня Значит Что Есть И Во Мне Раз Есть В мире И В конкретном Месте И В ситуации Признаю И Преобразовываю Из Темного Светла Ну да Собственно Да Об этом Хорошо Еще Кто-то Хочет Чем-то С вами Поделиться Как Вы Я Можно Скажу Ратенька В Продолжение У меня Такая Вчера Ну Про То Что Вы Говорили Про Вот Это Сложное Поле И Вчера Получилась Маленькая Победа Я За Все Это Время Первый раз Ездила К Родителям Вот Они У меня Занимают Соответственно Противоположную Сторону В этом В этом Конфликте Вот И Я Очень Долго Готовилась И Очень Долго Вот Эти Вот Волны Конечно Внутренние Ну И Раздражение И Какой-то Ненависть Даже Да Ну Может Быть Не Скорее Не По отношению Прямо Совсем К ним А К К Тому Что Как Можно Вообще Не Понимать Что На самом деле Происходит Вот И Вчера Получилось Вот Это Как Все Да На Минимум Вот Но Я Пришла Там Работал Телевизор Я Говорю Выключите Все Пожалуйста Давайте Просто Побудем Вместе Да И Как-то Вот Получилось Побыть Вот Действительно По-настоящему Как-то Какие-то Летние Планы Там Дача Что-то Вот Такое Важное Для них Ну И Для Меня Тоже Обсудить И В общем Прям Я Вышла И Было Какой Такой Вот Даже Можно Это Умиротворением Каким-то Назвать Да Что Вот Это Какая-то Внутренняя Война Она Ее Иногда Удается Закончить Ну Может Быть Это Разовая Акция Такая Да И Дальше Это Не Так Что Совсем На Все Время Что Это Продолжается Вот Но Вчера Получилось Вот Димаш Что Там Валерия Доброе утро Всем Большая Благодарность Вам За практику Потому Что Вчера Конечно День Был Очень Тяжелым Проплакал Проплакал Весь День Да Это Была Закрывать Глаза Вообще Нет Возможности Как На это Закрыть Глаза Просто Плачешь Плачешь Ходишь Так Отвлекалась На детей Да Там Букварик Сыном Почитать То В кафе К вечеру Уже Выехали Потому Что Уже Не Было Сил Сидеть Дома Там Сезли Отвлеклись Сын Даже Старший Сказал Как Ему Нравится Как У нас Сейчас Все Как Мы Стали Еще Ближе И Как Вообще У нас Все Хорошо В семье И Вроде Отвлекаешься На Это Все Равно Потом Приезжаешь Домой Опять Начинаешь Продолжаешь Плакать У меня Был Вчера Вопрос Не Закрывая Глаза А что С этим Делать Сегодняшняя Практика Я ждала Ее Очень Сильно Еще Этот Груз Что С этим Всем Теперь Делать И Практика Алхимией Занимались Действительно Дала Возможность Почувствовать Что Можно Это Переплавить Можно Фокус Сместить Над Другой Не Отказываясь От Этого И Вот Это Про то Что Оно Есть Нас Тоже Для меня Было Очень Важным Потому Что Например Да Вот Даже Вчера Вот Малейшая Сидишь Плачешь Потом Ребенок Приходит И Как Будто Вот Раздражение Какое Появляется И Потом Надо Как-то Очнуться И К нему Обратиться Уже Не Из Этой Боли А Из Другого И Вот Это То Что Оно В Нас Есть И Не Убегать От Этого Видеть И Все Время Стремиться Переплавить Все Время Ити К Этому Свету Это Было Очень Важным Для Меня Еще Хотела Сказать Что Вот Если Вот Камень Тяжелый Вот Этого Всего Того Что Приходилось Вчера Видеть А еще Было Очень Тяжело От Этих Волн Например Есть В таком Паблике Дипмайнд Максим Тимофеев Там Пишет О практиках Осознанности Написал Хорошую Статью Про То Что Вот Буча И Теория Привязанности Про То Что У России Есть Привязанность К Телевизору Которая Дает Как Какое-то Чувство Безопасности И Кажется Какие-то Ребята Сидят Такое Начали Писать Мужчины И на Мое Какое-то Безобидное Сообщение Благодарности Ну И там Какое-то Что я С Украиной Как я Переживаю Там И такие Мерзкие Какие-то Такие Пошлые Какие-то Грубые Наставления О том Что я Ничего Не понимаю Я вообще Не понимаю Какая Российская Армия Такого Сделать Не может Это Вот Как Волна Волна И ты Соприкасаешься Не только С той Жестокостью Ты Соприкасаешься С жестокостью Многих Многих Кто Отрицает И кто На ответ Еще на Твои Чувства Может Такое Говорить И от Этого Еще Тяжелее Потому Что Понимаешь Что Жестокость Она Действительно У всех Да Вот Это Присущее Как будто Кто-то Постоянно Делает Выборы Насколько Давать Выход От Этой Жестокости И Многие Жидают Ее И Вот От Этого Сознания Еще Тяжел Спасибо За Практику Спасибо Анастасия Мне кажется Здесь Знаете Вот Важны Сейчас Несколько Таких Как Сказать Элементов Что Ли Жизни Которые Ну Как Мы Можем Называть И Практикой Тоже Вот Мне кажется Важно Общая Вот Особенно В такие Периоды Интенсивные Трагические Когда Все Интенсифицируется Любые Чувства Любые Переживания Любые Отношения Все Становится Таким Обостренным Сильным Полутона Уходят Уже Да Какие-то Вот Все Как-то Очень Резко Друг С Другом Обращаются И Чтобы Сохранить Человечность Если мы Хотим Это И как-то Не только Сохранить Но Как мы Сейчас Говорили Что Если для нас Важна ценность Развития Но и Преобразить Себя Использовать Ну в каком-то Смысле Использовать Эту Ситуацию Жизненную Как Тренинг Определенной Силы Да Для себя То Важно Во-первых Важно Вот Такое Слово Которое Я его Люблю Но оно Двойной Смысл Психологический Смысл Слово Канализация Да То есть Создание Канала Вот Канал Канала Жизни Фактически Канал Как мы Проживаем Эту жизнь В каких Границах Да У Текущей реки У канала Должны быть Берега Если берегов Нет Это просто Уже не река Это какое-то Болото Расплывается Да И сейчас Очень важно Нам не превратиться В эту лужу Какую-то В болото Такое Бее Такое Без Без Всего Как раз Очень важно Чтобы Все это Текло Вот Все Текло Тогда Важны Берега И Чья задача Создать Берега Наша задача Вот еще Одна метафора Я вот Вчера Тоже С одной Подругой Слэш Клиенткой Говорил У нее Там Своя Семейная Ситуация У нее Есть Близкий Человек С которым Вот сейчас Мне нужно С этим Что-то Сделать Потому что Иначе Я либо Сойду с ума Либо Я значит Покончу С собой Просто Вот Настолько Для нее Это Сильно И Вот Ну Опять Я Понятно Что Что Я тут Могу Как Тем более На расстоянии Несколько Тысяч Километров Какой-то Совет Но У меня Пришла Метафора Помните Фильм Вич Ну Фильм Книга Собственно Гуголь Как он Чертил Вокруг Себя Мелом Вот этот Круг Вот нам Нужно Сейчас Очертить Вокруг Себя Этот Круг То есть Одна Метафора Это В любом Сочи Про Границы Одна Метафора Это Создание Берегов У вашего Канала У вашей Реки Вторая Метафора Очерчение Вот этого Круга Чтобы всякая Нечисть Туда Не лезла Вот Это просто Необходимо Сделать Необходимо Чтобы Опять же Сохранить То Что Важно Для вас У вас Дети Да У вас Семья У вас Вот Своя Жизнь У каждого Из нас Какая-то Своя Жизнь Нам Важно Сейчас Сохранить Это Тогда Вот Какой Круг Могу Тут Очертить Маша Говорил Приехал К родителям Тогда Круг Какой Там Круг Например Не заходить За определенные Флажки Что-то Определенный Час В данный Момент Не обсуждать С ними И Глядишь В этом Круге Создаться Что-то Возможно Для вас Для вас Анастасия Не ходить В какие-то Группы Определенные Где вы Чувствуете Что вас Там Раздирает Там Как-то Сильно Ранит А наоборот Пока Держаться Тех Групп Где Вы чувствуете Поддержку То есть Мы можем Вот это Ну вот Это как бы Здесь для меня Совмещается То что мы Обсуждали С Галиной И то что Сейчас мы Обсуждаем С вами То есть С одной Сторон У нас Есть всегда Этот вызов Да Вот Некая Сила Которая Ситуация Да Какой-то С которой Мы входим В контакт А вот Она приходит Но Это как Знаете Как взять Вес Определенный Я могу Это Или Не могу Вот Вызов Есть Окей Я могу Это Использовать Как тренажер Но Хватит Для меня Сил Чтобы С этим Тренажером На этом Тренажер Сейчас Поработать Для своего Внутреннего Развития И вот Поэтому Если вы Чувствуете Что Это вам По силам Сейчас Можно туда Пойти А если Вы чувствуете Что нет Это сейчас Точно сюда Не надо Лучше уйти Оттуда Как мне кажется Лучше оставить Это за границей Меловой черты Этой Все это Нечисти Поэтому В какой-то момент Может быть Вы так Наберетесь Силы Скажете Ну-ка Пойду я В эту Группу И сейчас Там Разберусь Со всеми С этими Придурками Что мне там Да Может быть Вы почувствуете Эту силу В себе Ну окей Тогда Идите туда И используйте Это для Вот этого Преображения Опять же Вот Мне все-таки Здесь важна Опять Эта Тема С преображением Я Вот ее Считаю Важной Но Для того Чтобы преобразить Нужна Определенная Сила Нужно Понимать Что Я смогу Это сделать Сейчас я Как минимум Попробую Так Чтобы Ну вот Это у нас Есть ощущение Опять же Вес Берешь вес Окей Это как вообще Могу Не могу Не надорвусь Если чувствую Что могу Надорваться Лучше не надо Все-таки Лучше Потренироваться На чем-нибудь Полегче Вот Поэтому Это какой-то Такой баланс Здесь важен Мне кажется И вот Одновременность С одной стороны Создание Границ И Другая Сторона Вот Чтобы Через этот канал Шло Какое-то Движение В преображении Все-таки У каждого из нас Своя жизнь И вот Важно Сохранить Сейчас Свой Свой Круг Вот Свою жизнь Где Ваше Основное Ну Мне кажется Если у вас дети Это сейчас Может быть Основное Если у вас Какие-то Свои Какие-то Близкие Вот это Основное Туда Проносить Этот цвет Я могу Что я могу А вот Там Где меня Ранят Туда Пока Не надо Мне кажется Инна Вы Руку Подняли Вверх Алло Здесь Я Наверное Отзовусь На Слово Такое Странное Канализация Потому Что Вот Сегодня Например В практике В минуту Тишины Когда Я прислушивалась К телу У меня Случилась Такая Штука Что Я поняла Как тело Кричит У меня Фактически Ничего Разрывать Рот Ну То есть Я расслабила Все Что можно Вот В области Челюсти Головы Я поняла Что Вот Эта Вот Картина Крик Вот Я Поняла Ее И Наверное Вот Сейчас Для меня Важно Ты Сказал Про Круг Вот Этой Внешней Канализации Вот Я понимаю Что Мне Еще Есть Много С чем Работать С моей Внутренней Канализацией И Есть Вероятность Того Что После Практики Я Наверное Пойду Покричу В подушку Например И Что Видимо Где Я Считаю Что Я Справляюсь С эмоциями Вот Тело Мне Напоминает Об этом Вот Сейчас Она Мне Сказала Что Она Кричит Изнутри Что То Надо Сделать Не В физическом Плане Чтобы Вот Этот Крик Проявить Спасибо Да Это Тоже Ну Когда Мы Обнаруживаем Вот Это Силу Переживания Каких То Может Быть Мы Обнаруживаем Так же Способ Как С ним Быть Потому Что Иногда Нам Достаточно Какого То Воображаем Вот Скажем Свет Преображать Темноту В свет И Это Бывает Достаточно А Зачастую Нам Нужно Судно Больше Включать Тело Вот И Там Как Выражать Это Ну Тут Опять Вот Про Этот Канал Реку Которую Мы Создаем Здесь Очень Может Быть Много Разных Способов Там Какие-то Творческие Там Вот Я Не знаю Если Вы Слушаете Смотрите Мои Подкасты Разговоров С Людьми Вот Был Один Разговор С Витой Ну Там Ехала Через Из Харьков Выезжала Долгое Время И Много Пережила И Рассказывала Как она Сейчас С этим Работает Уже В спокойной Обстановке Там Живя Швейцаре Что Вот Она Много Там Через Рисование Это Делает И У Него Так Много Именно Тьмы Вот Эта Тьмы Выходит Через Вот Этот Канал Рисования Но Также Она И Кричит Тоже Ходит В лес И Там Кричит Вот Она Находит Такие Способы Я Думаю Что Действительно Надо Так Сматривая Себя Что Именно Происходит Позволяет Рождаться Каким Способом Наиболее Адекватным Знаете Вот Есть Даже Такая Я знаю В Юнгянском Подходе Форма Такая Вот Есть Работы Когда Мы Берем Мы Решаем Что Форма Работы С каким-то Внутренним Переживанием Будет Творческой Но Заранее Не решаем Какое Именно Творчество Какой Именно Канал Сейчас Будет Поэтому Мы Можем Разложить Там Вот Какие-то Значит Для Рисования Там Краски Там Еще Что-то Вот Значит Пространство Где я Могу Танцевать Например Двигаться Как-то По-любому Вообще Как Ну Танец Здесь В самом Широком Смысле Любое Движение Что Там Еще Может Быть Там Может Быть Выражение Голосовое Какое-то Голосом Там Не знаю Что угодно Там Лепка Там Какие-то Бумагы Для записи Также Да И вот Это Все Раскладываю Здесь Где-то В своем Пространстве И Начинаю Слушать Себя Прислушиваться И Потом Какое-то Из этих Форм Она Рождается Да А Причем Еще Может И перетекать Одно В другое Да Вот Сейчас Это Будет Рисование Потом Перетечет А потом Я запишу Что-то Вот Ну вот Такой способ В смысле Такой вот Мета-способ Когда мы Заранее Не решаем Какой именно Способ Сейчас будет И он Рождается В процессе Такой Более Процессуальный Именно Подход Мне кажется Он может быть Таким Полезным Так У меня было Слышно Вообще Потому что У меня что-то Подвисло Да Хорошо Еще кто-то Хочет сказать Что-нибудь Маш Можно Да Я попробую Ну вот Я На последний На самое Откликнусь У меня наоборот Сейчас Все это время Абсолютно Отрезало Вот этот Вот канал Творческий То есть Первые дни Я Ну я очень много Рисовала Последние Где-то года Два То есть Это было Как Часть Моего дня Я У меня Это все Как раз Разложено Везде Там Карандаши Тут Пастель Тут Что-то еще В общем Я сейчас Это все Убрала Потому что Я понимаю Что я на это Смотрю А у меня Ничего Нету Внутри Вот ничего Там Дыра Просто И мне От этого Так Странно Там Первые дни Я какие-то Картинки Еще нарисовала Причем У меня Была Именно Вот эта Позиция Что Как Это Как Вот в Фильме Легенда О пианисте У меня Любимый Такой Фильм Есть Там Человек Который Войну Провел На корабле И играл Сочнял Музыку И Потом Его Приятель Спрашивает Он говорит Сочинял Музыку Он говорит Даже Когда Даже Под бомбами Он говорит Да Даже Когда Некому Было Танцевать И вот Сначала Я думала Что Я Вот Ну Смогу Вот Так Потом Я поняла Что Я так Не могу У меня Ничего Нету Внутри Я Не понимаю Как Это Делать И Меня Это Абсолютно Все Отрезало Вот И Еще Одна Штука Которую Я Тоже Никак Не могу Вообще Как-то Уместить В себе Это У меня Не складывается Абсолютно Вот Это Вот Пазл Этот Вот Про Ну Если Так Говорить Вот Этими Терминами Да Режим Присутствие Режим Истории То есть Ну Вот Для Меня Лично Для Меня Как Бы Это Там Ужасно Не Звучало Да Но Там Где Я Живу Сейчас Вот Эта Вся Война Она Происходит Где-то Да То есть Она Ну Она Не Здесь Происходит И Мне Даже Знаете Мне Даже Хочется Чтобы Сюда Упала Какая-нибудь Бомба Ну Я Не Знаю Можно Так Говорить Но Чтобы Хотя Что-нибудь Внешне Вообще Дало Повод Как-то Про Это Больше Думать Потому Что Здесь Ничего Ничего Нет Что Напоминало О том Что Все Это Происходит И У Меня Это Совершенно Не Складывается Вообще В моем Мире Да Вот Как я могу Жить с этим Делая вид Что этого Нет И как я могу Жить с этим Зная Что это Есть Вот В данных Моих Конкретных Условиях Потому Что Здесь Все Продолжают Работать Так Как Работали Ни У кого Ничего Не Поменялось Ну Да Кто-то Уехал Ну Кто-то Уехал И Уехал Но Все Равно Как Здесь Кто Остается Они Продолжают Жить Так же Не думают По этому поводу И Вот Я пытаюсь Понять Что Я в своей Жизни Могу Изменить Что Я должна Изменить Да Вот Зная Все Это И я Не могу Тоже Понять Что Мне там Какие-то Рисования Я веду У детей Да Я все Равно Их Веду Мне это Ужасно Сейчас Трудно Делать Я Просто Себя Каждый Раз Я буквально Час Сижу И Настраиваюсь На то Что Я сейчас Пойду К людям Буду Там Про какие-то Там Не знаю Рассказывать Какие-то Тень Свет Или еще Что-то Я там Продолжаю Вести Свои Тренировки Потому что Я считаю Что Если люди Хотят Ко мне Приходить Я Ну Естественно Я иду К ним Тоже И мы Там Пытаемся Как раз Заниматься Тем Чтобы Уводить Внимание От Переживаний Уводить В телесное Уводить В то Что сейчас Как-то Заземляться В том Что мы Делаем В этот Час В принципе Это работает Но В целом Я не могу Это совместить Как-то Сколько времени Прошло У меня Вот Это Не Не Знаю Спасибо Спасибо Ну Мне кажется Тоже Нет Никаких Ответов Как Тебе С этим Быть Потому что Тестерина Важно Мне кажется Каким-то Своим Личным Поиском Заниматься В этом Смысле Но Вот Как я Для себя Что Я Делаю Потому что Я ведь Тоже Живу У меня Тут Вообще Какая Тут Война Люди По кафе Сидят Это вообще Третья Страна Имеет Что это Не Россия Не Украина Словения Люди Там Новости Смотрят Но Они живут Своей жизнью Совершенно И Для меня Канал Связи Собственно Вот Вот он Канал Есть Мы Собираемся Я Постоянно На связи С Украинцами С Многочисленными Друзьями Своими Разговариваю С ними Там Все время Переписываюсь Там Как-то Мы Ну Получается Что там Ну Ко мне там Лично еще Обращаются За помощью Все время То есть Я в это Вовлечен Но Также Мне просто Важно Там Спросить Просто Как ты Сегодня Как чего Там Ну Вот Какие-то Вот эти Вот эти Связи Да Я Поддерживаю Их И через Это Я остаюсь В контакте Да С С войной С той С ситуацией Которая Есть Ну А второй Аспект Мне кажется Это вот Про то Что ты Сказала Что Ты Продолжаешь Вести Занятия Для детей По рисованию И Тренировки Спортивные Вот Если мы Говорим Что Наша Задача Если мы Там Вот Мы В этой Парадигме Вообще Живем Преобразование Тьмы В свет Да То Можем Делать Это Не только Вот на таком Внутреннем Уровне Вот Есть Мои Чувства Темные Какие-то Тяжелые Я их Превращаю Там В светлые Какие-то Открытые Да Вот Это Внутренняя Алхимия Но Мне кажется Во внешнем Мире Ведь тоже Эта Алхимия Важна Я Вот Что То То есть Вот Это Вот Ну Как ты Горяешь Контакт С ситуацией Войной Что Она Есть Что Она Происходит Он Важен Но В то же Время Что Я В своей Жизни Делаю Чтобы Мир Принести Мир Принести Вот Ты Делаешь Ты Приносишь Мир Вот Этим Детям Ты Мир Приносишь Через Свои Уроки Рисования Ты Этим Людям Которых Ты Тренируешь Ты Приносишь Мир Вот Ты Ну Как Мне Кажется Да Я На Это Так Смотрю Так Интерпретирую Просто Напоминать Себе В этом Что Наша Задача Мне кажется Не просто Быть В контакте С войной И что Да Мы Это Важно Но Что Дальше То Что Я Делаю Во Что Я Это Превращаю Если Я В контакте С войной Добиваюсь Ли я Мира В своем Окружении Привношу Ли я Этот мир Тем Способом Который Мне Доступен Ты Профессионал В этих Двух Действиях Двух Делах Я Например Не могу Людей Тренировать Спортивных Я Не могу Учить Рисование У меня Нет Этих Навыков Это Не Мое А Это Твое Это Твой Канал Как Раз Я На Это Так Смотрю Не знаю Как Тебе Это Отзовется Но Мне кажется Имеет Смысл Чтобы Не Обессмысливалась Жизнь Потому Что Здесь Проблема Как Я Слышу Это И Она Сейчас У Многих Какой Смысл Во Все Если Такое Происходит Если Вчера Мы Узнали Вчера В Этой Буче Какой Смысл В Моих Рисованиях Какой Смысл В Этом Спорте Во Все Ну Здесь Выбор Такой Ну Тогда Надо Убить Себя Если Смысла Нет Или Искать Смысл Или Искать Может Быть Убийство Я Кстати Не Против Само Убийства Честно Говорю Ну Вот Правда Я Не Брать Все Я Точно Я В Этом Смысле Не Занимаю Каких Христианских Я Не Христианин Я Буддист Я За Самоубийство Если Не Вижу Никакого Смысла Жить Но Если Все Так У меня Остается Внутренний Поиск Может Быть Тогда Его Надо Искать Тогда Нужно Ну Мне Кажется Продолжать Он Может Быть Не Придет Вот Так Вот Сразу Раз Так Смысла Нет Ну Где Он Вот Он Здесь В Этом Ящике Оказался Такого Нет Его Нужно Постоянно Спрашивать Что А Как Где Он Сейчас Здесь Где Сейчас Здесь Его Надо Прождать Мне Кажется Может Быть Так Как Хорошая Метафора Что Вот Есть Война Есть Война И мир И мир Как раз Получается Так уж Сложилось Что В русском Музыке Мир Это Как Мир Два Два Смысла Мир Как Мир И мир Как Оппозиция Войне И вот Если В этом Смысле То Что Я Привношу В своем Мире Вот В моем Мир Как Доступном Мне Какой Мир Я там Создаю Мне Кажется Это Может Быть Вопросом Ведущим К смыслу Именно Через Действие Спасибо Окей Давайте Потихонечку Завершать Завтра Продолжим Спасибо За Соучастие Сво Присутствие За Совместное Превращение Тьмы В Свет Пока Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует